Смотрю, ну вот, половина его головы, и туда, значит, все силы отдал, он рассыпался после этого удара, и дальше, еще пару ударов туда снуло, потом уже, значит, по корпусу добивались. Сам раз я проще разговариваю, но ты рассыпался. А сколько проще? Я и так максимально просто разговариваю. Рассыпался, это ты рассыпался. И перед началом этого видео хочется рассказать о наших партнерах из Алимбет, лучшие линии на UFC, Беллатр, Эйсей, Найза и другие спортивные мероприятия. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео, смотрите все условия и помните о бонусах и крутых акциях для новых пользователей. Алимбет. Для тех, кому всегда мало. Действующим чемпионом Лиги Найза в средней весовой категории. Руслан, все еще чемпион инстил, какие ощущения? Ощущения, как я уже сказал, очень крутые, я рад. Хороший соперник был. Расскажи немножко про то, как кончился бой, потому что с моей зрительской трибуны не очень было понятно, что случилось. Ты попал куда, в печень или что это было? Не, 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 это был удар, скорее всего, в челюсть или в висок. То есть он прошел ко мне ноги, я сделал отброс, растянул его. И вот я смотрю, ну вот, половина его головы. И туда защищил, отдал, он рассыпался после этого удара. И дальше еще пару удар туда сунул, а потом уже, значит, по корпусу добивался. Да и сам расследился, проще разговаривали, на которой ты рассыпался. Какой проще? Я и так максимально просто разговариваю. Рассыпался, и ты рассыпался на тюрьме. Ладно. Скорее. Ну, переживают, переживают своего бойца. Такое бывает. Я так понимаю, что у тебя еще одна защита остается. Ну да. А сейчас сказать, по контракту, по-моему, там еще несколько боев. А, несколько? Да. Я почему спрашиваю, просто вот тоже, я дружу с ребятами с Урала, все они говорили, что ты у них будешь вступать. Ребята с Найзой говорили, что ты у них будешь вступать. Какая-нибудь разберевка, что-то получилось. Я вот стал уточнять, и мне сказали, что еще вроде бы с Найзой ты один бой по контракту. Слушай, это все вопросы к менеджеру. К менеджеру, я честно туда не лезу, мне предлагают такой вариант. Я говорю, да, давайте. Ну, в принципе, не было боев, чтобы я отказался. Где-то предлагают лучшие условия. Ну, надо уже начинать зарабатывать нормально. Потому что уже и возраст серьезный. Вот. Вроде не серьезный сколько? 28 или 29? 27. Ну, уже не 20. Я-то начал вот сейчас 18, пусть все равно. То есть я уже такой, уже чуть-чуть натаскался. Боев у меня не очень много, но в основном позиция серьезная была. Вот. И все вопросы к менеджеру, к моему, как он договорится, как он решит, так и будем делать все. Ты уже, получается, второй раз, ну, вот, выступаешь в другой стране против местного бойца. И второй раз побеждаешь. Тоже, насколько тяжело быть андердогом? Да я всегда всю карьеру андердогом был, практически там, может, один-два боя, ну, три, максимум, я не был андердогом. Так, ну, и вообще меня это не заботит. Психологически к этому подхожу хорошо. Когда в чужой стране меня это даже как-то чуть заводит. Дает адреналины. Как я понимаю, что Найза это не уникальный контакт, потому что ты же в OpenFC еще тоже дрался за пояс и там уступил. Да, в OpenFC дрался за пояс. Ну, я уступил, согласен, но с решением не согласен точно, потому что я не понимаю, как только судить. Там, ты, может, видел, там, хотя бы тот раунд, где Локсеймер сбил снизу весь раунд, как его можно было туда отдать. Ну, ладно, я понимал, что там мне не забрать уже бой. В пятом раунду я это понимал. И, ну, ладно, не буду. В общем, вот так получилось. Кто захочет, может пересмотреть, правильно, на OpenFC. Ты говоришь про то, что уже достоин больших гонораров. Сейчас очевидно, что большие гонорары это ASEA, самые большие какие-то суммы. Не было мысли тоже, вот, например, добить здесь бой и идти туда. Просто если ты хочешь именно денег, то это там. Но там при этом и жесткая конкуренция. Да, жесткая конкуренция. Знаю, я всегда иду за жесткой конкуренцией. Это только через это развитие идет мое. Вот, и не обязательно там большие. На это тоже может предложить хороший контракт. Посмотрим. А просто, знаешь, не очень понятно, кого в сопернике тебя ставить, потому что ты двух первых номеров сейчас, получается, победил. И с кем тебя ставят? Можно было бы кого-нибудь за границы провести, наверное, не знаю. Так, я думаю, я заслужил уже выбрать соперника одного. А может, есть тогда у тебя какие-то мысли, вот ты говоришь, что выбрать, а кого бы ты выбрал? Это командное решение только. Я, тренера, менеджер. Вот, ну, честно, таких прямо, кого-то конкретно нет. Я думаю, возможно, есть там несколько человек, которых можно было бы привести. Судя по тому, что в углу был Дима и Егор, ты все еще в Сичи и в Сичи тренировался? Да, я все еще в Сичи прошел, опять, очень крутую подготовку. Приехали новые ребята, с ними тоже готовимся, которые еще покажут себя тоже. Вот, хороший парень, партнеры. А кто из них скрепит? Вот, Анвар. Как у Анвара фамилия? А, Дэйнел Беков. Вот, хороший парень, чемпион России по кикбоксингу. Приехал он тебя еще покажет. Ваня Богданов сейчас вот, они вместе выступали, спаррингуют с нами. Ну, много приходит еще спортсменов других клубов выступать. Вот, так же еще можно, да, как я так ставлю, ладно, потом скажи просто спасибо. Да, да, еще хотелось бы сказать спасибо всей моей команде Сичи, с Великих Лук на команду от Сичи, вот, и нашему менеджеру нашей команды Николай Дедик. Еще тоже хочется спросить, ваш капитан команды, и тоже боец на 84, Сергей Романов поехал попробовать свое счастье в США. Там уже находится какое-то, ну, продолжительное время, там тренируется, сейчас ищет себе бой. А не думал тоже по его каким-то стопам условно пойти, потому что, ну, получить какую-то условно визу в Америку и попробовать себя там на том же там Дануайт контендер сериас или, не знаю, на коем-нибудь LFA, после которого могут заметить как раз UFC. Возможно, мы это сделаем, но, наверное, чуть позже, пока я куда-то уже отстал. Это Россия, я не готов, как-то, неспокойно. Ну, мне кто-то, я вот хотел в Таилан поехать сейчас на сборы, там, на месяц, на полтора, как-то не решился я, почему-то, не знаю, как-то мне не... Ну, ну, талант-то еще ладно, но вот куда-то так надолго уезжать, пока я не могу решиться. Ну, типа, за мечтой профессионального бассейна. За нынешней ситуацией. А так, тогда есть мысли, я думаю, что, возможно, в дальнейшем попробуем это делать. Или давай, напоследок, куда пояс денешь, в Сечу повесишь или, может быть, домой просто... В Сече уже один лежит, этот, может быть, к себе в город отвезу, в Великие Луки. Мамильный. А каждый раз дают, типа, новый пояс, да, знаете? Да. Ладно, поздравляю тебя с победой, молодец. Спасибо большое. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы инсайды из мира MMA, на наш Instagram, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзивы за кулиси с турниров, на наш Twitter для настоящих эстетов единоборств, на наш ВК и даже Яндекс.Зен. Мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донативших может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране. Субтитры сделал DimaTorzok